Всем привет! Из Батуми у нас сегодня такие пробки на улице Чавчавак зайду. Почему такие пробки? Непонятно. Вчера мы вроде в это время ходили, не было таких пробок. Вечер, все едут с работы наверное. Не знаю. У нас опять дождь, плюс 4 градуса. Вообще просто жара несусветная. Курсу долларов. Сегодня у нас 15 марта получается. 2022 год. В принципе от вчерашнего дня курс сегодня не поменялся. Сейчас попробуем пробраться сквозь пробку. Ой, мамочки. Еще непонятно кто куда и чего. Тут тоже пробка. Везде, короче. Сейчас решили дачу пропустить. Какая у нас сегодня обстановка. Батуми. Откуда? Да, откуда-то такая прям... Может из-за погоды просто такая пробка непонятно. Ну... Идет тоже дождь такой мелкий. Пока показывала пробку. Смотрю сейчас прогноз погоды и у нас плюс 3 уже. Радится. Еще похолодало. В Батуми очень дорогой свет. И у кого отопление на свету в эту зиму, холодную и весну, счета приходят очень большие. Вот у нас счет пришел на прошлой квартире. У нас все было на свету. Вот. Газа вообще не было. По 205 лад. Только за отопление. И это такая маленькая студия у нас была. Возле моря мы снимали. Так что... Свет очень дорогой. Вот у меня вода дешевая очень. Там копейки стоит вода. Вот. Газ тоже в принципе не такой дорогой. Но свет прям совсем дорогой. Вообще климат так поменялся. Говорят вот местные тоже, что... В это время было всегда достаточно тепло. Вот. А сейчас вообще плюс 3 градуса. На улице Баратошвили. Здесь вообще никаких пробок нету. Ничего. Такой широкий проспект. Моя любимая улица. Ой, там площадь Европы. Вот тут. Как эта улица называется? Вот Вожапшавелла. Вожапшавелла. Получается прерывается вот здесь и дальше продолжается после улицы Чавчавадзе. Здорово. Теперь я знаю, как идет улица эта. Вчера просто мимо проходили Вожапшавелла тоже. Ага. Ммм. Вчера просто есть. Территория основной. Территория основной. Жидовый зон. Вчера. Угу. Ну, а сейчас здесь банк. Вчера, это... Видеть. Часики, а часики правильные дырки. Сейчас я вам покажу еще цены на чаи и другие продукты. Вот магазин у нас есть вот такой, Никора. Еще один. Он сейчас тест-чай стоит 3,95. Принцесса Гита, индийский чай, 2,30. Это вот одна цена, это для по карточке пенсионеров. Это не для всех цена. Ну вот здесь вот не для пенсионеров. Получается, самый дешевый чай. Сейчас 1,8 лари. Какой-то лесные ягоды. Чуть дороже уже идет каркаде. Получается 2,85 и 25 пакетиков. Большая пачка липта, 2,17 лари. 100 пакетиков. А вот азер-чай. Кстати, вот есть азер-чай со скидкой за 3 лари. 25 пакетиков. Что еще сейчас покажу? Здесь также гринфилд чай есть и Ахмат. Гринфилд 5,80. Ахмат 5,20. Вот одинаковые эти есть в продаже. Лари 65. Давайте посмотрим, сколько здесь у нас сыр. Стоит разные сыры здесь. Ну, какие запечатанные. И нам 250 грамм. 9,50 лари. Что еще есть? Есть колыбу, у меня получается 480 грамм. 8,99. Что еще показалось? Вот такой. Я не знаю, что это. Польский сыр. Дорогие сыры. Здесь 2,200 грамм. Так, масло. Такой маленький. Маленький можно купить масло. Сейчас за 3,50 ст. Яйца. Яйца поштучно можно за 45 копеек. 45 евро. Ну, и 10 штук вот. На 4,60. Больше скидка. Больше со скидкой 3,50-2,5 литра. Ну, йогурты вот по 2 лари здесь такие коробочки. Кому это интересно. Показываю. Есть вот такой творог в пачках. По 3,70. Что-то подорожало. Смета на 15%, 4 лари. Так что, спасибо всем за просмотр. Вот такое у нас коротенькое видео. Сегодня 15 марта. Продолжение следует.